Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Меня зовут Виктор, а меня Иван, и вы смотрите научно-новостное шоу «Чуть-чуть о науке», где мы рассказываем, объясняем, обсуждаем и даем оценку всему новому, что произошло в мире науки. Сегодня вы узнаете про бактерии как источник рентгеновского излучения, про изготовление молекул с помощью лазера и про то, как увидеть отдельную молекулу при комнатной температуре. Поехали! Каждый школьник знает, что рентгеновское излучение очень опасно для здоровья. Однако команда ученых из Индии сделала настоящий взрыв мозга, показав, что бактерии могут быть источником рентгеновского излучения. В своих экспериментах индийские ученые использовали фентасекундный инфракрасный лазер, генерирующий мощные вспышки света, который освещал стеклянную пластину, покрытую слоем бактерий вида Е. Коли. Некоторая часть бактерий, находящаяся в верхнем слое и попавшая под удар лазера, превращалась в горячую и плотную плазму. И такая плазма, полученная при помощи лазера, представляла собой источник рентгеновского излучения. То есть, получается, бактерии испускали рентгеновское излучение, будучи уже мертвыми? Да, совершенно верно. Однако только эти бактерии, благодаря наличию внутри себя особых наноструктур, увеличивали интенсивность рентгеновского излучения в 100 раз. Но это еще не все. Дальше ученые вырастили эти бактерии в растворе хлорида серебра. Таким образом получились бактерии, внутри которых находились серебряные наночастицы. Такие бактерии с наночастицами внутри увеличивали интенсивность рентгеновского излучения суммарно в 10 тысяч раз. по сравнению с потоком рентгена, полученного при облучении лазером поверхности любого материала. Это является самым высоким показателем эффективности преобразования энергии лазерного излучения в энергию рентгеновского излучения на сегодняшний день. А в качестве награды от нашего шоу ученые из Индии получают лайк. Конечно же и свинца, чтобы защититься от рентгеновского излучения. Уже достаточно долгое время ученые-химики и физики пытаются найти способ управления ходом химических реакций с помощью лучей когерентного света, простонародье лазеров. В последнее время все же ученым удалось добиться некоторых успехов в технологии лазерной вырезки атомов из молекул и управления некоторыми связями. Однако за все это время не было создано ни одного подходящего способа для создания молекул при помощи лазерного света. Недавно группа ученых из Израиля и Германии преуспели в этом деле и научились создавать некоторые молекулы при помощи лазера. Для создания молекулы ученые стреляли очень короткими лазерными импульсами по группе атомов магния. Слушай, так это получается, что клоны из Звездных войн были учеными? Ну да, они просто настроили свои бластеры так, чтобы при попадании синтезировались молекулы яда. То есть ты хочешь сказать, что они убивали не лазерами, а как будто отравленной стрелой? Ну да. Да не, бред какой-то. Да, давайте лучше вернемся к новости. Так вот, было обнаружено, что при некоторых параметрах интенсивности и длительности лазерного импульса атомы магния объединялись в молекулу димера магния. В ходе расчетов ученым удалось показать, что молекулы объединяются в ходе процессов, инициированных именно энергией лазера, а не каких-либо других случайных действий. Если это направление будет развиваться и дальше, то совершенно новые типы фотохимических процессов смогут лечь в основу технологических процессов, которые позволят создавать некоторые химические вещества гораздо дешевле и быстрее, чем традиционные методы синтеза. А сегодня мы, видимо, будем дарить подарки вместо оценок. Итак, группа ученых из Германии и Израиля получает лазерную каску с набором насадок. Там есть сердечко, мишки, ну и в общем-то все, что нужно, чтобы синтезировать новые молекулы. Друзья, вы когда-нибудь хотели увидеть отдельную молекулу? Отдельная молекула. Спешу вас обрадовать. Ученым уже давно удалось получить изображение отдельных молекул. Но что же особенного сделали ученые из Чехии и Германии? Им удалось увидеть отдельную молекулу, отсормируя на поверхности кремния с помощью атомно-силовой микроскопии, не прибегая к низким температурам. Действительно, ученые уже достаточно давно используют низкие температуры для получения изображения отдельных молекул и даже атомов. Но сделать это при комнатной температуре еще не удавалось. Авторы новой работы смогли получить изображение молекулы Диан... Диан... Диангид... Господи, что они не могли взять молекулу с более простым названием? Для получения изображения авторы работы разработали многоступенчатую процедуру. Сначала на поверхности кремниевой пластины с помощью методов сканирующей туннельной микроскопии обнаруживалась ацербированная молекула. Затем микроскоп переходил в атомно-силовой режим. Закрепив иглу на определенной высоте, достаточно большой, чтобы случайно не сдвинуть молекулу, он сканировал ее окрестности. После этого иглу постепенно приближали к поверхности, основываясь на результате предыдущего сканирования. В ходе сканирования кантилевер может изменять состояние, в котором находится острие иглы, и при температурах порядка комнатных оно может вступать в химическую реакцию. В этой ситуации авторы предлагают аккуратно потереть иглу о поверхность кремния. На полученных изображениях четко виден углеродный скелет молекулы. Так что теперь можно наблюдать за молекулами даже при комнатных температурах. А физикам из Чехии и Германии мы сначала хотели подарить термометр, чтобы они всегда знали, когда у них комнатная температура. Но подумали, что это слишком стрёмный подарок на фоне свинцового лайка и лазерной указки. Поэтому решили подарить им йод, который предлагаем использовать вместо диангидрида перилен тетракарбоновой кислоты, чтобы ребята не парились с названием вещества в статье. А на этом у нас все новости. И помните, наука намного интереснее, чем кажется. А энергосберегающие лампы у вас дома зажигаются и гаснут 100 раз в секунду. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. Пока! Ну а это еще не все. Да, ну-ка, давай, уними меня. Это как... Я забыл, как называется. Как... Господи. Что же я тупой? НТВ 24. Преступление, убийство. В прямом эфире круглые сутки. Каждый выпуск новые ведущие. Не забывайте слова, они такие трудные. Такие большие. Господи, как люди говорят. Уже достаточно долгое время ученые-химики и физики пытаются найти... Я, по-моему, ума развал. Бруто, Олег.